добрый вечер друзья половина 6 среда я вообще по средам хожу к эзотерику нашему григорию вот для искать внутреннего просветления но не об этом у нас разговор о том что во первых ой тут справа от меня такая мыси пусечка вот смотрите я прям покажу мужик сидит вот такая мыси пусечка ну ладно пусть едет пусть едет вот так вот друзья прям никого не трогаешь и тут такое на дороге но ладно значит у нас пару событий намечается первое событие состоит в том что сегодня вечером где-нибудь так ближе к полуночи прилетает соединенные штаты гость которого многие из вас видели потому что этот гость у нас участвует в конкурсе видео это юрий он такой в красной рубашке так как-то вот на шпаргалку подсматривал за что многие его критиковали но у него я чувствую там история есть хорошая так мы его еще по беспокоим но если он захочет рассказать тоже я не знаю заранее в общем он приезжает и встречать его поедет необычный человек потому что обычно встречает гостей анна у нас есть наша сотрудница вот а тут встречает поскольку анна немножко там приболела отправиться блогер александр блэквилл вот он так высказал интерес говорят вот там человек он где-то я поеду встречать сказал александр и я даже подумал что он может быть хочет сделать с ним репортаж там для своего канала но он мне говорит могу снять для вас я буду давай что-то мы давно в аэропорту никого не встречали единственно что вот александр вот у меня кнопки нет у него машина фиат 500 такая вот нет там кнопки это же менягать не иммигрантовоз у меня просто автомобиль я у меня тоже никто не знал что это иммигрантовоз пока не открылась в нем это качество да это значит одна новость вторая новость что же за машина такая господи сэлф-драйвинг кар на нем написано а мужик сидит знаете вот между дел причем там такое ощущение что их может не один даже два их там два сидят слушайте два мужика сидят так вот значит ольга которая из павлограда днепропетровской области которая написала письмо что вот я вчера что я уже смешалось все отвечал по поводу того что вот они там коробочки у них были потом коровки а сейчас муж сварщиком в польшу значит что произошло произошло то что это письмо у меня там на сайте долго висела на на сайте залив . орке вот туда скинул она там где-то вот затерялась хотя там в общем то место может быть не так много но знаете когда письмо длинная она была длинная вот я его как то значит долго не не рассматривал для практического действия и значит ольга написала мне в личку что она оказывается уже три месяца как переехала в если не сам ивано-франковск но где-то там рядом с ивано-франковском там подальше от зоны там боевых или там потенциально боевых действий там намного спокойнее там как-то и недорого и в общем все заметить да и там близко к польше и муж ее значит в польше там сейчас оформляет и визы там шенгенскую визу они скоро должны его получить там с ребенком и поедут вот поэтому так вот задержка такая получилось ну я думаю хорошо что вот нам рассказали очень удобно сегодня послушал история тут же уже и продолжение на следующий день значит вот у истории такое хорошее продолжение и я хочу сказать что сама ольга ответила ну там маленькими такими комментариями в самой этой теме то есть если вы хотите ее увидеть по моему она там называется это самое у нее имя оль ольга кей но вы увидите там понятно что вот есть ольга и понятно спасибо 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 там благодарит там и потому что много людей откликнулась на ее письмо письмо потрясающе я хочу сказать тот некоторые говорят ой михаил вы там что-то такое рассказали да да такое письмо понимаете там она же соавтор реально потому что когда такие письма были каждый день друзья мы бы каждый день так замечательно вас паре и воспаряли бы духом там и значит разражались чем-нибудь мотивационным ну в общем такая вот история и я с удовольствием вам ее рассказываю значит что я еще подумал я подумал что у нас раньше было много ребят которые в школу приезжают новички знаете и как-то я с ними видео снимал и тут что-то я думаю куда они подевались то у меня вот эти видео чего только я там не снимаю сады огороды океаны там понимаешь цветочки а у нас такие ласточки да вы бы вообще если только увидели я думаю может они прячутся раньше бывало что прям вот приезжают люди прямо не от нетерпения прям горят и говорят хочу значит в кадр вот хочу на канал а сейчас как-то не так потихонечку даже не за очень я озабочусь это этим вопросом сегодня в фулл-тайм классе свободный день то есть они тоже свободный как бы самоподготовка тут довольно многие кстати были в школе мы очень любим когда они занимаются прямо здесь на глазах чтоб видно было что люди заняты и чем именно они заняты потому что есть возможность как-то может быть вмешаться в позитивном ключе и поучаствовать у меня жена мечтает вот он тут справа если видите опять выехал этот селф-драйвинг кар она мечтает когда эти машины уже станут не в тестовом режиме а в таком нормальном чтобы так сел и там заснул она себе едет там к бабушке в сан-франциско там частом 15-20 вот такая мечта чтобы уже не вести за рулем и не засыпать за рулем а просто заснуть рядом с рулем а это пусть едет вот почему-то свете свете очень хочется и говорят что даже такая будет может быть парадигма изменится владение автомобилем что уже не надо им владеть ты просто где тебе нужна машина там на кнопочку нажал там машина где подъехала ты сел в нее она тебя отвезла вышел она уехала то есть как бы автомобиль там из-за сервис да такой будет говорят что будет такой сервис как бы такое вот даже не такси а просто не нужно вообще владеть автомобилем единственное что конечно я не знаю как в нем за покупками там багажника особо нет хотя чего покупки сейчас на дронах всем сбрасывают там еще немножко уже будет вот такая машина и дрон и уже и в магазин ехать не надо магазины все по закрываются в общем посмотрим да хорошо я думаю чего это он в такой момент приезжает у нас вроде ближайший класс нет но он не к нам он он на самом деле по своим делам он может быть у нас еще получится но я про юрия думаю у него там свои дела какие-то еще есть кроме нас хорошо я подумал может я забыл там класс какой-нибудь пойдет я обещаю сегодня если там время будет я надеюсь что будет вечерком я вывешу какой-нибудь первый фрагментик из того что сделала наташа квик к нашему юбилею к сорокалетию нашей совместной жизни со светланой то я так все обещаю обещаю а руки не доходят много много текучки всевозможные а так будет хорошо вообще у у меня была сегодня встреча с человеком из компании который нас берет там сколько-то практикантов мы с ними сделаем интервью через несколько дней может быть даже в пятницу вот сегодня вторник может быть даже в пятницу потому что они выходят на рынок с новым софтверным таким продуктом эта платформа для тех кто хочет тестировать вот так фрилен фрилансом есть сайты да там вы знаете и лэнс фриланс там какое-то количество их есть и там тестеры составляют там типа одного процента там людей но но тип того в случае от не то что слышал я сам не знаю но чужой флоп вот они хотят сделать специфические вот такое тестирующие причем вы можете сказать но есть животных мир ю тест это правда но в ю тесте там дается на несколько дней какой-то большой группе народу и они там что-то такое шпарит а вот так чтобы тестировать в в другом режиме нет ни краудсорсинг а просто вот как как мы все тестируем то есть находить людей на проекте также как на обычных фрилансов ских сайтах находят людей чтобы там чего-нибудь запрограммировать ну или даже потестировать и они как бы думаешь думают что вот у них такое будет приложение где зарегистрируется какое-то невероятное количество тестеров всех на свете и дальше вот они будут там проекты брать ну и нам нам как школе это интересно потому что как сказать мы можем как школа брать проекты для студентов кроме того у них там есть такой процесс как бы сертификационные внутри то есть они должны они должны решить берут они человек там себе в базу данных или нет то есть какие-то критерии у них отбора там должны быть получается что как бы договоренность идет такая что если это наш выпускник то они его берут по умолчанию то есть как бы они доверяют нам проводить сертификацию наших собственных выпускников то есть как-то такая ну я концепция где срастаются вот учебные процессы и вот как бы работа не знаю еще поглядим но мы сегодня так просидели часа полтора и обсуждали какие там возможности из перспективы из этого могут выйти и заодно мы так в целом по жизни мы не так часто видимся и мы говорили о стоимости рента недвижимости вообще что происходит потому что вот обострение хватит тут всегда было дорого я не хочу скажу когда-то было сильно дешево но если например квартира три года назад я же все время вижу потому что студенты же приезжают уже много лет я могу сказать что то что стоило 1200 три года назад сегодня уже стоит 2 2 400 и это здесь а в сан-франциско такое уже стоит три с половиной и это ван бедрум это не бог весь какой такой ван бедрум не то что там туалеты золоченые нет даже наоборот я сказал поэтому вот мы обсуждали и вот один из наших собеседников рассказал что он переехал немножко из этих мест где-то в полутора часах езды отсюда в полутора часах езды отсюда есть городок я не буду там называть сильно может быть если поеду снимать я поснимаю вот где так нормальный дом вполне нормальный дом там стоит 1250 не два с половиной миллиона как здесь вот такой же но но это полтора часа езды а так в общем все все ничего так что я подумал что у нас появляется новая тема для съемки там вот поехать туда и поснимать и когда я могу расслуживая полтора часа езды говорю не немного будет он говорит да гать но вот я вот сейчас живу в сан-озе говорит он и я сегодня как ехал полтора часа из сан-озе то есть совсем как бы тут технически недалеко то есть он должен был бы за полчаса проехать но в силу того что пробки и вот еще раз это обострение такой знать когда народ съезжается 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 и было время когда по хайвэям можно было свободно ехать я вам скажу когда это было это было когда обвалился интернет бум и сразу все отсюда по уезжали ну кто там был по рабочим визам и так далее и вдруг хайвэй освободились такое было время вот вы знаете что происходит вот мы стоим на улице не то чтоб мы сильно ехали вот вы же видите и это ну я не знаю не то что какая-то такая супер дюпер магистраль это не хайвэй это не ничего так на улице городская но большая городская улица стать как мы стоим так что вот мы обсуждали перспективы вот эти у меня во времена интернет бума когда все тут свело и пахло и бурлил и люди съезжались у меня была такая концепция это назвал монхотенизация кремниевой долины когда надо строить города спутники а к ним какие-то скоростные монорельсовые или там не обязательно моно рельсовые дороги и чтобы это туда там бах там 30-40 минут туда-сюда и туда не высыпались и расходились бы по своим программарням но да но там был кризис и как бы до этого не дошло я думаю сейчас найдет посмотрим в общем когда с людьми разговариваешь масса интересных тем возникает вот я об этом ну что же я думаю что мы так обсудили последние новости с вами и на этом наверное я и закончу счастливо а